Людмила выглянула в окошко, а там белым-бело выпал первый снег, а она в тепле и уюте. Всем огромный-преогромный привет! Очень рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребята, я посмотрела новый видеоролик на канале «Делающий добро», и это был видеоролик про Людмилу. И знаете, вот как-то на душе потеплело, потому что видеоролик был более-менее такой, да, позитивный, и она выглядела пободрее. Возможно, да, обезболивающе подействовало, возможно, как-то получше она чувствовала от себя. Достало. Людмила рассказала, что не ожидала, выглянула в окошко, а там снег, и так красиво. Я вот подумала, что вот на улице снег, она в тепле, и даже в жаре, и очень жарко в доме. И даже некоторые, да, написали, что «Мансур, чё ты это, так вот прям чуть ли не издеваешься, да, и не воспринимаешь всерьез слова Людмилы, из-за того, что вот она сказала, что очень жарко, и она прям всю ночь не спала, и надо было на это среагировать, и, ну, не топить так сильно». Вообще, при чём тут какие-то издевательства, да, он просто шутил с ней, он немного её отвлекает, и он же говорит, что он и шутит, и разговаривает с ней и без камеры. И это своего рода была какая-то, знаете, так, как мне показалось, более шутка. Он её как бы встряхнуть, взбодрить пытался, и пытался посмеяться. Я не увидела в её глазах какой-то, ну, злости относительно того, что он много натопил. Ну, она говорила, рассказывала, что очень жарко. Вот, сейчас уже они сделали МРТ, и ещё какие-то там анализы они сдавали, и с бабушкой ходили. Бабушка сама даже и результаты дожидалась. Два часа аж бедная проторчала в больнице, чтобы забрать результаты Людмилы. Вот где бы так заботились о человеке? Вот скажите, плюс у неё столько всяких болячек. И я не знаю, вот, не каждый же человек, слушайте, согласится вот так вот ухаживать за человеком с улицы, который имеет столько всяких заболеваний. И ходить по больницам, и кормёжкой заниматься, и одевать, обувать человека, приносить памперсы. Ну, не каждый. А то, вот, знаете, хорошо, что сейчас уже все эти возмущения более-менее закончились. Потому что, вот, люди возмущаются, и непонятно почему возмущаются. Неужели бы ей на улице было бы лучше? Вот сейчас вот наступают холода. Неужели ей было бы лучше на улице, нежели сейчас в доме? В тёплом доме. Каждый день приходят ей печку топить. Сейчас он плитку принёс. И, знаете, это же хорошо. Я в прошлый раз говорила, это прекрасно, что он ей принёс плитку, и что она сама начнёт себе, ну, готовить. То есть она будет как-то отвлекаться в моменты, когда ей полегче, она что-то себе приготовит. Ведь она, видите, готовить умеет, она говорила, что работала. Хотя уже была куча болячек, работала и купила сапоги даже себе. Ещё, говорит, даже не одевала их ни разу. Вот представьте. И я даже удивляюсь, насколько вот в этом человеке терпение испытывать и боли. И вот она всё-таки какая трудолюбивая. В общем, она, получается, выживала. Она понимала, что как ни крути, без денег выжить невозможно. Ей приходилось даже работать, будучи всё-таки бездомной, скажем так. Так, и ещё, видите, открылся такой момент, почему её не хотят госпитализировать, почему её кидают туда-сюда. И дело в том, что у неё ещё туберкулёз. И вот она рассказала, что она лежала в больнице и лежала не 10 дней, как Мансур подумал, а лежала она 7 месяцев, она сказала, 7 или 8 месяцев. Ну да, люди, у которых туберкулёз лежат долго в больнице. Потому что я помню, что у нас тоже знакомая, то она тоже очень долго лежала. Ну, по-моему, не столько уже, прям полгода, но долго. И поэтому вот её так, наверное, перекидывают. Всё-таки туберкулёз – это не шуточки. И всё обследовать, исследовать нужно какие-то анализы. И она тем более говорит, что когда она лежала в больнице туберкулёзной, то есть это, наверное, какое-то фтизиатрическое отделение, фтизиатрия или как, то там ей и трубочку ставили. И вот она тоже, Мансур объясняет, что всё равно трубку ей сейчас ставить никто не будет, пока не надуется живот. Говорит, а у неё получается всё равно всё сочится, всё бежит. Ну, понятное дело, тут особо о каком-то, таком колоссальном улучшении речь не идёт. Тут скорее, наверное, как-то облегчить её состояние, чтобы не было, наверное, такой боли, таких мучений. Ну, я так думаю. Но где бы вот найти, да, такого молодого парня, помощника, который бы помогал всё-таки бездомной женщине, бабульке тоже, которая ничего не помнит и вечно всё теряет. Ему бы своей жизнью тоже жить и с ребятами гулять, и с девчонками знакомиться. А он вот провисает постоянно в добрых делах. И поэтому, знаете, это, наверное, ещё зависит от воспитания и зависит от человека. Вот не каждый же будет так возиться. Вот пошёл, купил тёпленькие носочки Людмиле. Сначала спросил, будешь ли ты носить. Она такая довольная, как ребёнок с этими тёплыми носочками. Говорит, завтра я их одену. И действительно классные такие тёплые от души купил. Пока смотрела, увидела в комментариях, кто-то писал о том, что Мансур обещал документы там какие-то выложить, анализы, результаты обследований. Так я в сообществе увидела, выкладывал он. И всех, по-моему, кто интересуется этим, можно посмотреть, если он не удалял. Но я посмотрела лично. Правда, я ничего не понимаю особо в медицине, поэтому я так себе, знаете, открыла и закрыла. Ну, потому что у меня как-то есть доверие почему-то к этому человеку. У тех, наверное, у кого нет доверия, тому и нужно всё вот это, чтобы почитать, проверить. Я на самом деле не особо такой человек, потому что для меня вот именно в этой истории с Людмилой уже радость то, что она в тепле. Не на холоде, не на улице. Она в тепле, она не голодная. А всё то, что связано с медициной, я прекрасно понимаю, что диагнозы серьёзные, и это не один. И поэтому, видимо, врачи, понимая также всю сложность, особо не спешат помогать ей. В общем, у меня всё, мои хорошие. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. И всем, как всегда, желаю прекраснейшего настроения, добра, позитива, любви, понимания. Ну и также здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас сердцем и душой. Всем пока.